Ницце с красивейшим именем. Тоттенхэм обыграл Кристал Пелес 1-0. Свонси проиграл Халу 0-2. И у Халу тоже 6 очков. Арсенал в атаке удар. Поворот. Поражение в первом туре. Обязывает и ту, и другую команду. Играть сегодня только и исключительно на победу. Лестер, наверное, ну никому ничего не с кем-то. Но вот английские коллеги считают, что Мусай это конкурент Варди, а не Акадзаки в первую очередь. Арсенал пока с мячом. Санчес, который вот в этой расстановке, что скажет? Жиру в запасе. Следующий вопрос финала Чемпионата Европы, на мой взгляд, еще не до конца он восстановился. Здесь нет на всякий случай непрофильному. Я тебе говорю, что Погба накануне, да, начинал с потери, понимаешь? И это всех удивило. А просто он играл на Евро. Ему нужно еще время для восстановления. В финале Евро точно. Ну что ж, мы видим традиционный Лестер. Лестер на своей половине поля, несмотря на то, что он играет на свое. Но абсолютно такая игра вторым номером, ярко выраженная в расчете на построение Лестера. Ну, а Лестер пока в контратаке себя никак не проявляет. Тут Алексис Санчес разворачивается. Хорошо катит мяч. Но это не нарушение правил. Морган сейчас спасает Лестер. Да, Робер Худ поскользнул. Его избил. Ну, не знаю. Не уверен. Хотя, может быть, да. Вот давай, смотри. Здесь нет абсолютно. Нет, сам, сам. Худ упал. Но Морган слоялся двоих. Арсенал в атаке. Причем Арсенал пытается растянуть вот это оборонительное построение Лестера. Естественно, через фланги. А как еще, через середину ломиться довольно-таки сложно и безнадежно. Но, согласись, несколько странно отсутствие Альве Жеру, в каком бы он ни был форме. В Московском Спартаке, в российском чемпионате. Ну, а в итальянском итальянец Раньери тоже сегодня решили отдать Арсену Венгеру, например. Нет, но Арсену Венгеру расстается в том числе потому, что Арсенал экономически это приятный. И хозяева не слишком расстраиваются. Да, в каждый сезон хочется подобиться. Вы только в ущерб себе можете его продать с убытком. Потому что никто не перекупит у вас его. Нет в мире клубов, которые заплатят больше. И самое главное это зарплата. Потому что покупая дорогостоящего игрока, вы подписываетесь на еще очень высокую зарплату. То есть 0-0, он таргет. Это может быть запоздать? Нет, нет, нет. Я вот обновил получу статистику. Не засчитали. Ну, не засчитали и не засчитали. Во-первых, может быть мяч и мимо шел, поэтому это разом. Ну, а Лестер не особенно напрягается, мне кажется, придумывать. И кто-то ждет от Лестера их основных соперников. И даже Раньери мог позволить себе отпустить в отпуск после удачного матча команду. Сейчас добавляется минимум шанс Арсенала. Ну, первый раз, чуть ли не первый раз намечалась атака через свободную зону. Но Лестер все равно по-прежнему, что было отработано еще в прошлом сезоне, великолепно возвращается назад при потере мяча. Это удар. Он видел это. Доверимся Клатенбургу, который все-таки арбитр сейчас один из сильнейших в мире. Ответ сразу же Арсенала. Алексей Санчес, Охлед Чемберлен. Удар. Здесь продолжают играть в футбол. Это самое главное. Ну, и поверили все-таки Клатенбургу, что он разобрался в этом эпизоде. И раз не назначил в финале, значит, там нарушений не было. Но мы еще посмотрим в перерыве повторы. Я думаю, нам несколько раз покажут. И вам все, значит, в таймах вынесем окончательный вердикт из того, что мы увидим, посмотрев еще несколько раз. Вот главная замена. Это Намполи Минди, 24-й номер, наследник Голо Канте. Вместе с ним 4-й Дринкотер, 11-й Олбрайтон, 26-й Морес, 20-й. Да вот довольно спорное решение Петро Чехо сейчас было, потому что убрал он мяч, конечно, красивым финтом, подошвой. И вновь Чемберлин против двух соперников устоял на ногах. Алексей Санчес, пас налево, Арсенал продолжает свою атаку левым флангом. Чемберлин демонстрирует дриблинг, крутит, вертит мяч вокруг Моргана, пас под удар. Будет удар, есть удар, но это размин. Из глубины, из-под, против любого совершенно соперника, иногда даже и с командами, которые изначально в классе... Знакомство, я думаю, это было бы логично показать новичка, своей публике. Но они предстартовый матч тоже проводили. По-моему, было и на этом стадионе. Одно дело представить... Ох, как за Мешковский задумался Фукс и контратака Арсенала. Хватит скорости сейчас и пронаворства нет. Алексей Санчес на газоне, мяч вау. Сыграл сейчас в подкате, Алексей Санчес пытался пробросить мяч мимо здравоохранения улова. Вот удивительная история. Сегодня Конте взял, да и двоих нападающих, причем второй раз уже в неудачной ситуации выпустил на поле. И забил и выиграл. Ну и мяч у Арсенала. Тонкий пас в штрафную площадь. Алексей Санчес. Долго разворачивался на шоу партнера. Будет прострял. Вот он, Ичмейк. Прекрасный у него был прошлый сезон по количеству голевых передач. Первая половина сезона, скажем. Да, и все же передачи. Вот Озил, Озил пока делает передачу. А нет, ему все-таки сделал. Ну и вот Алексей Санчес почти на ударной позиции. Атака не в том, что команда выиграла или проиграла, ей повезло. А вот то, как расположились защитники в той или иной ситуации. Вот предыдущий момент с Варди. На тоненькой же. Вот момент еще один. У Каспера Шмейхеля хорошая передача. Тонкая и своевременная. Смотрите, не успел Озил попасть. С, так сказать, грустью и предполагали, что почти ему не дадут игрового времени. Но, тем не менее, дебют состоится, судя по всему, Ахмедому сыну. Пока в атаке Арсенал. Алексей Санчес в штрафной площади. Умудрился сделать точный пас. Но вот дальше нам нас... Косовский опорный полузащитник. Это всегда марка. И Кокленд сейчас играл действительно очень здорово. В стиле того же Кантель. Любого играющего по позиции пилота. Опорного. И атаку Мандреа... А, сейчас не влажно.